Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Гозиас уехала домой в Балтийск на Новый год. Она будет отмечать праздник со своей семьёй. Саша публикует фотографии со своей дочерью. Влад Кадони развеселил своих подписчиков. Я сошёл с ума, пишет он. Лежу в ванной. Уже час снимаю видео и шлю своей в соседнюю комнату. Короче, я болен на голову. Марина Африкантова поблагодарила своих подписчиков, которых у неё в Инстаграм уже больше миллиона. Вместе мы сила, пишет Марина. Люблю вас, вы у меня лучшие. А Глеба Жемчукова расквалили подписчики. Все пишут, что он похудел и похорошел. Спасибо за добрые слова в комментах, написал Глеб. Мама Тата Абрамсон Марина Тристановна надеется, что Тата и Валера всё-таки вернутся. Я, конечно же, очень хотела, чтобы они остались, потому что Тата на полном обеспечении у проекта Дом-2. Они оплачивают ведение беременности, роды и так далее, что немаловажно для начинающейся молодой семьи. Надеюсь, они вернутся. Ну а если не вернутся, то я улечу в Китай. Выяснилось, что Майя Донцова, которая находится в отношениях с Захаром Саленко, пишет по ночам Ване Барзикову. Захар потребовал от Вани, чтобы он прекратил переписку, но Ваня ответил, что это твоя женщина, с ней разбирайся. Марина Мексика показала своим подписчикам результат ринопластики, которую сделала несколько недель назад. Конечный результат оказался, мягко говоря, не впечатляющим. Некогда вполне привлекательный нос Мексики, теперь ее не украшает абсолютно. Саша Харитонова и Сергей Кучеров были на свидании. Харитонова пишет «Ты заставляешь меня улыбаться, и мне хорошо с тобой, как никогда». Бывший участник проекта Антон Гусев попал в серьезное ДТП. Об этом в перископе рассказал Рустам Солнцев. Антоша попал в аварию на своем Мерседесе и попал на сотку денег. Он ехал к нотариусу, чтобы дать разрешение своей бывшей жене вывести на Кипр сына Даниэля. Ольга Жемчугова делится с подписчиками последними новостями. Вот что она рассказала. «Сегодня мы с Глебом ходили в детские сады и выбрали один платный сад для Миши. С Глебом мы остались в хороших отношениях, а заседание суда по поводу нашего развода будет 23 января». Бывшая участница проекта Ольга Солнце отмечает Новый год вместе со своей семьей. Вика Боня встречает Новый год в Дубае тоже со своей семьей. На фотографии она вместе со своей мамой. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись. Первым к зданию подъехал футболист в компании своего представителя. Ольга Бузова на свой развод едва не опоздала, успела в самый последний момент. Рита Марсо объяснила своим подписчикам, почему ее сын Митя называет мужа Риты папой. Да, он уже давно называет его папой и Женю тоже. Он сам принял такое решение. Просто подошел к нам два года назад и сказал, что хочет называть Пашу папой. А мы, конечно же, были только рады. Он любит своих двоих пап, а они любят его. И я считаю, что это здорово. Ксения Собчак и Максим Виторган наконец-то рассекретили имя сына. Они до сих пор скрывали этот момент от прессы. И вот, когда малышу исполнился месяц, все узнали, что сына назвали Платон. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.